Полицейским, медикам и спасателям раненым в ходе беспорядков в Алматы выплатят компенсацию. Ее общая сумма превысит 220 миллионов тенге. Об этом сегодня заявил Аким во время своего первого большого выступления после трагических событий. Бахаджан Сагентаев отметил, ущерб возместят и владельцам поврежденных авто и хозяевам жилых домов. Работы по восстановлению города уже ведутся. Там пострадавшие предприниматели продолжают подавать заявки на компенсацию. Их будет рассматривать специальная комиссия. А в Акимате пообещали бизнесменам дополнительную помощь. С подробностями Денис Брагин. Сегодня Аким Алматы подвел долгожданные, но неутешительные итоги. Беспорядки нанесли городу колоссальный урон. По словам Бахаджана Сагентаева, было повреждено больше 50 зданий. Общая сумма ущерба превышает 96 миллиардов. И эти цифры еще не окончательные. По предварительным данным, общая сумма ущерба составляет более 96 миллиардов тенге. Пострадали 54 административных здания. Это резиденция президента, здание Акимата, комитета правовой статистической генеральной прокуратуры. 6 зданий, 12 модульных постов и 3 фронт-офиса департамента полиции. 17 эко-постов, 5 медицинских объектов. Офисы телеканалов Казахстан, Хабар, МИР-24, Евразия, НДК и других. Наряду со зданиями пострадало оборудование полицейских, пожарных, медиков и некоторых госорганизаций. Разъяренная толпа повредила или сожгла 260 машин силовиков и коммунальщиков, а также 155 частных автомобилей. Помимо этого террористы сломали больше половины действующих в Алматы камер видеонаблюдения. По словам Акима, часть уже восстановили. Остальные должны отремонтировать к середине февраля. Для оценки ущерба создали специальную комиссию, в которую вошли депутаты Маслихата, представители нацпалаты предпринимателей Атамикен, полицейские и спасатели. К слову, Аким пообещал помочь и раненым сотрудникам. Сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам, пожарным, получившим ранения и травмы, будет выплачена компенсация. Тяжелые 2 миллиона, средние 1 миллион, легкие 500 тысяч деньги. Будет оказана материальная помощь, задействована в период ЧП сотрудникам правоохранительных органов и медицинским работникам. Комиссионно будет возмещен ущерб физическим лицам за поврежденный транспорт с учетом страховых выплат. Также в Акимате обещают починить поврежденные фасады и окна жилых домов. По словам Сагентаева, работы уже ведутся совместно с жильцами и КСК. Огромные убытки после беспорядков терпят и предприниматели. По последним данным, пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 67 миллиардов тенге. Для рассмотрения заявок по возмещению ущерба создается региональная комиссия. Работы будут вести вместе с палатой Атамикен и профильными ассоциациями. От себя Акимат пообещал пострадавшим бизнесменам дополнительную поддержку. Первое. Освободим пострадавшие субъекты малого и среднего бизнеса от коммунальных расходов на три месяца. Второе. Освободим субъекты малого и среднего бизнеса от аренды по коммунальным объектам сроком на 6 месяцев. Третье. Ведутся переговоры с частными арендодателями, в особенности торговые центры по льготам пострадавшим бизнесам. В целом, большинство собственников поддержали наше обращение. Кроме того, в Акимате намерены сдерживать цены на продукты первой необходимости. Для этого из местного бюджета выделили 11 миллиардов. Сагентаев заверил, на семи самых популярных у алматинцев базарах работают социальные лавки. Аким даже поделился информацией, где можно купить говядину по 2000 тенге за килограмм. При этом подчеркнул, существует проблема завышения цен в так называемых магазинах у дома. И поручил своим помощникам разобраться. К сожалению, имеются факты необоснованного повышения цен в магазинах у дома. Об этом поступает информация. Поручаю моему заместителю Кикимову, управлению предпринимателем совместно с районом Акимовами, провести мониторинг соблюдения торговой надбавки на социально значимые продукты и товары в магазинах у дома. По решению правительства такая торговая надбавка не должна превышать 15%. Сейчас власти собираются принимать строгие меры по отношению к спекулянтам и устанавливать предельные цены на продукты. По словам Сагентаева, уже заключили меморандумы о продаже социального хлеба по 85 тенге, а также о поставках 1800 тонн подсолнечного масла по 585 тенге за бутылку и 700 тонн гречневой крупы по 500 тенге за килограмм. Это был Денис Брагин. Он рассказал о главных темах сегодняшнего выступления Акима Алматы. Продолжение следует...